Hola chicos, soy profesora de español desde México, me llamo Olga, estoy en una ciudad de playa, estoy sobre una banca y estoy encima del mar. Думаю, вы уже поняли или догадываетесь, что сегодня мы опять будем разбирать испанский, раскладывать ему по полочкам. И сегодняшняя тема — это наречие предлоги места. Очень много в испанском зависит от того, какой предлог ты поставишь, либо это encima, либо это sobre, но все эти слова имеют схожести, которые мы сегодня с вами обсудим. Ставьте лайк заранее на это видео, подписывайтесь и, конечно же, запасайтесь тетрадкой, ручкой и чаёчком, чтобы было веселее. И давайте начинать. Так вот, я сказала о схожести этих слов между собой. Самое первое — это то, что с ними очень часто используется предлог de после самих слов. Например, encima de — над чем-то, delante de — перед чем-то, debajo de — под чем-то. После этого предлога de обязательно нужно поставить какое-то существительное, под чем конкретно что-то находится. То есть, если вы поставили предлог de, то после него обязательно должно идти существительное, без него предложение будет неполное. Если хотите просто сказать, что что-то находится впереди, то вы можете сказать adelante, без de. Хорошая новость для тех, кто только начинает изучать испанский и еще не знает о том, что в испанском языке существительные не меняются по падежам. То есть, неважно, какой предлог или наречие мы с вами поставим перед словом. Например, мячик лежит под шкафом. Шкаф — армарио, el armario. Мы с вами менять никак не будем. Мы можем сказать И само слово «шкаф» меняться никак не будет. А еще я все время говорю Что за слово, если я говорила до этого предлог de используется с подобными наречиями? Так вот, это все тот же предлог de, просто с артиклем они вместе объединяются, с артиклем мужского рода получается форма de, например, de el armario. То есть, каждый раз, когда вы хотите использовать предлог de, а после него определенное существительное, да, el armario, el coche, el camarero, вы всегда будете объединять de и el. То есть, это делается для благозвучности. Обратите внимание, что это работает только с артиклем мужского рода, с женским родом или же со множественным числом. Все будет работать как по классике De la manzana, de los árboles, de las mares. Например, el coche está delante del garaje. Машина находится напротив гаража. Мы с вами сейчас разберем основные предлоги наречия «место». Но, прежде всего, вам нужно понимать, что этот предлог не может идти просто так. Например, машина перед гараж. Вам нужно сказать, что машина находится перед гаражом. Поэтому очень часто для подобных предложений мы используем глагол estar практически всегда. Это глагол временного пребывания где-то. То есть, я могу сказать о своем местонахождении таким образом. И также глагол estar используется и в других случаях. Но это вы можете посмотреть в другом видео у меня на канале, который рассказывает как раз-таки про этот глагол. Ну и, наверное, самый популярный первый предлог – это N, который означает «в» или «на». Самые его распространенные значения. Их бывает еще больше. Но смысл не в том, что у него очень много значений. А смысл в том, что он передает очень много как раз-таки смыслов, таких, которые мы в русском языке передаем множеством разнообразных предлогов. В испанском это все N. Например, я нахожусь на пляже. Estoy en la playa. Почему N? Потому что это мое местонахождение, точка, где я расположена. Но также это может означать местонахождение на какой-то поверхности предмета, да, или что-то где-то расположено сверху. Например, Las llaves están en la mesa. Ключи на столе. Это такой более разговорный вариант. То есть официально это значение не местонахождение на поверхности, а это местонахождение внутри чего-то. То есть мы можем сказать Estoy en la plaza. Я на площади. Да, как бы физически я все-таки на поверхности площади, но имеется в виду, что я в границах площади. Но очень много разговорных вариантов как раз-таки использует этот предлог, чтобы сказать, что ключи на столе. А вот официальный предлог, который говорит о том, что что-то находится на поверхности, звучит как Sobre. Dejel recivo sobre la mesa. Я оставила чек на столе. А теперь давайте представим. Мой балкон находится над бассейном, но никак его не касается. И хотя его расположение точно такое же, как и у ключей на столе, да, только не касается чего-то, В этом случае мы говорим Encima de, то есть mi balcón está encima de la piscina. Меня могут спросить, ¿Dónde está el aire acondicionado? Я скажу, Está encima del espejo. Он находится над зеркалом. Теперь, наоборот, когда что-то расположено под чем-то, мы говорим debajo de, под низом дословно. Los refrescos están debajo del microondas. Газированные напитки находятся под микроволновкой. Detrás de. Что-то находится сзади или позади. Например, la zona VIP está detrás del hotel. VIP-зона находится за отелем. Когда что-то находится недалеко, неважно, это может быть очень субъективное значение, что что-то недалеко, но мы хотим описать свои ощущения, то мы говорим cerca de. Похоже на слово circulo, да, круг, потому что находится где-то в округе. Например, я могу сказать. El mercado turístico está muy cerca del hotel. Туристический рынок находится очень рядом с отелем. Очень рядом, но не бок о бок. Да, очень близко, но не бок о бок. Если мы хотим сказать, что что-то находится бок о бок с нами, мы говорим al lado de. El cajero automático está al lado de la tienda. Банкомат находится рядом с магазинчиком. Ребята, вы знали, что если оформить подписку на мой канал, то вы не только поддержите мое творчество и работу, но еще и сможете получить доступ к наиболее свежим и важным материалам для того, чтобы заниматься испанским регулярно, не просто смотреть видео, наделать упражнения, получать гайды и смотреть более расширенные видео с разборами по испанскому языку. Ссылка на тарифы находится по ссылке в описании к этому видео. Если вы из России и хотели бы оформить подобную подписку, то обязательно напишите мне в телеграме по ссылке, которая также находится ниже в этом видео. Ну а мы продолжаем. Теперь, если мы хотим сказать, что что-то находится далеко от чего-то, мы скажем lejos de. El jardín botánico está lejos de la avenida. Ботанический сад находится далеко от бульвара. А теперь представьте, вы идете по улице, и вдруг, внезапно, вам понадобилось узнать, с какой стороны находится музей, который вы ищете. Вы можете спросить ¿Dónde está el museo? ¿A la izquierda o a la derecha? Налево или направо. Но если мы хотим сказать, что что-то находится с левой стороны от, или с правой стороны от, то мы скажем a la izquierda de mi casa, слева от моего дома, a la derecha de la parada del autobús, справа от остановки автобуса. Мы с вами сейчас обсудили фразу delante de. Это когда что-то находится непосредственно перед чем-то. Но если что-то находится напротив, и нас разделяет, например, улица, то мы можем сказать Enfrente de. Mi mejor amigo vive en frente de mi casa. Напротив моего дома живет мой лучший друг. Alrededor de mi hotel hay muchísimos comercios. Вокруг моего отеля очень много заведений. Fuera de Acapulco no practican mucho el deporte la quebrada. Вне, снаружи Acapulco, очень мало практикуют спорт, который называется la quebrada. И наоборот, dentro de, внутри чего-то. Dentro de Acapulco venden muchos cocos frios. Внутри, в пределах Acapulco, продают очень много холодных кокосов. Это такой местный прохладительный напиток. Muchas gracias por su atención chicos. Увидимся в следующих видео. И не забывайте, что если вы хотите еще больше практики, в том числе и по этой теме, то в разделе подписки очень скоро вас будет ждать видео с тестом, с практикой именно этой темы. Наречие, предлоги, место в испанском языке. Mucha suerte y hasta luego.